здравствуйте здравствуйте дорогие подписчики и гости канала прошел нас с вами прямой эфир анонс темы был что ждет рынок недвижимости в будущем или знаете ловлю себя на мысли что на том прямом эфире я не сказал главном в общем появились у меня некоторые мысли насчет того что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем я сейчас их вам озвучу возможно это вы сочтете что это бред что этого просто не может быть возможно возможно но тем не менее то что то о чем я сейчас скажу имеет место быть то есть это возможно вполне себе это возможно друзья как обычно попрошу тех кто на наш канал еще не подписан обязательно подписаться здесь говорят о недвижимости и давайте давайте начинать пока еду из своей деревне город на работу выскажу вам сейчас как раз таки все что я думаю насчет будущего рынка недвижимость армии так вы все в курсе что сейчас происходит или для книги дни для кого наверное это не секрет не буду вдаваться в подробности я сейчас про военную операцию как хотите это назовите да я сейчас про то что сейчас происходит у нас рядышком рядышком практически с нашей областью то есть наша область граничит зоны боевых действий так правильно скажу да я сейчас объясню почему я делаю акцент вот именно на то что воронежской области граничит с днр лнр сейчас более подробно вы поймете почему я именно право пройти границы и говорю да про то что мы рядом ну во первых во первых относительно того еще раз да напоминаю всем к тем кто мне постоянно один и тот же вопрос задает поддерживаю или не поддерживаю друзья мои давайте давайте не будем мы сейчас с вами переругаемся там в комментариях мне поэтому очень не хотелось пусть каждый останется при своем мнении мы все люди разные соответственно это нормально что у каждого человека есть свое мнение на этот счет я свою позицию уже неоднократно высказывал вы все в курсе что на этот счет думаю соответственно я свое мнение менять не намерен и так значит что же ждет рынок недвижимости не будем размазывать кашу по тарелке давайте уже ближе ближе как говорится к теме на мой взгляд судя по тому как российские войска берут новые города новые села новые населенные пункты и как украинская армия отступает в принципе можно сделать вывод что скоро ну как относительно скоро в таких вещах скорость так как бы наверное не важно и не нужно главное качество но все же можно сделать вывод что скоро это все дело закончится марат хуснулин не зря таки съездил уже на ценил масштабы в мариуполь кто не знает посмотрите эти новости общедоступны вы легко это всю эту информацию найдете так вот не зря он туда съездил посмотрел оценил сейчас наши мчс уже работают расчищают завалы и на мой взгляд тело время это только тело времени наши строительные компании войдут восстанавливать города и все днр лнр то есть не секрет опять же да сейчас немножко не хотелось бы опять политики касаться в данном случае в данной теме невозможно это просто как стороной обойти но опять же ни для кого не секрет я думаю что все все взрослые люди все прекрасно понимают я сейчас про вас да про моих подписчиков у меня все подписчики не глупые и все прекрасно вы понимаете да что украина потеряла много областей эти области войдут в состав российской федерации я думаю что тут над этим даже спорить как бы смысл никакого нет попи ломать в комментариях это уже однозначно по результатам по результатам военной операции по тому как проголосуют жители данных регионов это уже ясно как божий день соответственно кто это все будет тело восстанавливать кто будет налаживать жизнь инфраструктуру вы жители что там сейчас происходит там живого места нет там разрушена буквально все а иначе по-другому там быть и не могло сами понимаете это процесс такой очень разрушительный наверное так правильно да поэтому тот по-другому быть и не могло к сожалению сожалению естественно восстанавливается это будет с помощью россии естественно однозначно будет какая-то придумана федеральная программа откуда деньги спросите вы деньги найдутся на это деньги найдутся и если мы опять же говорим про мой регион про воронежскую область все ну не все много потенциальных покупателей ждут падения цен так вот развивая свою мысль дальше да что из этого вытекает если наши строительные компании а наши строительные компании легко могут войти туда потому что соседний регион во первых рядышком потому что если мы берем строительную компанию выбор к примеру технология у бд по этой технологии строит ну на мой взгляд когда эта информация интересовался надо по такой технологии могли строить только в краснодаре воронеже не знаю может быть сейчас какие-то еще заводы тоже появились где-то может быть вполне возможно допускаю но опять же вспоминаем о том что мы их граничим мы граничим с данными областями соответственно строительная компания выбор уже имеет опыт строительства подмосковья технологии легко быстро возводимая за полгода буквально вырастает 17-этажный дом от закладки котлована до выдачи ключей дольщикам полгода 17-этажный дом готов что такое о бд это то же самое что панель то же самое что панель но на заводе выливаются в специальных пресс-формах готовые комнатки и вот эти комнатки многие из вас наверное видели я неоднократно уже показывал каким образом из них складываются дома как тетрис собираются гран повторюсь строительная компания выбор имеет опыт строительства в подмосковье когда длинномеры эшелоны буквально длинномеров по дорогам везли вот эти вот комнатки в подмосковье здесь такое же расстояние практически такое же расстояние повторюсь быстро возводимая технология почему бы нет почему бы нет и что из всего этого вытекает ну допустим увидим мы с вами вместо изначально задуманных по плану застройщика в том же жилом комплексе озерки вместо 71 дома увидим с вами 30 в процессе строительства застройщик застройщик просто и может себе позволить поменять план строительства почему нет что уже было неоднократно многие наши застройщики вместо там условно возьмем тот же жилой массив олимпийский вместо русского авангарда жилого комплекса русский авангард должны были быть еще два дома жилом массива олимпийский но вместо этого в процессе строительства застройщик поменял свои планы да и появился один жилой комплекс русский авангард почему бы строительная компания выбор таким образом не поступить почему бы диска таким образом не поступить да у нас идут колоссальные стройки, у нас застраиваются большие, огромные жилые комплексы с большим количеством домов соответственно, вполне себе я допускаю, что такое быть может нарастить мощности как-то на заводах на мой взгляд бессмысленно не то чтобы бессмысленно, это просто невозможно мощности настроены на определенный объем вот этот объем вполне себе сейчас в данный момент времени, он как раз таки поглощается нашим городом соответственно, если какое-то количество если какое-то количество домов не появится здесь у нас оно появится допустим в Мариуполе на тех же самых мощностях мощностях кому как больше нравится то есть федеральная программа финансируется повторюсь, находимся рядышком с логистикой проблем особых не будет по крайней мере для нашего региона вы можете как угодно сейчас воспринимать эти слова назовите их бредом я не знаю моими какими-то фантазиями но тем не менее вполне возможно, что такое может произойти соответственно если такое происходит мы на рынке недвижимости наблюдаем с вами дефицит дефицит строящегося жилья то есть заводы изготавливают то же самое количество только изготавливают они в половину к примеру меньше то есть половина остается здесь а половина уходит в ближайшие области а как известно дефицит любого товара он вызывает повышение стоимости логично? по-моему по-моему все логично повторюсь вы можете как угодно относиться сейчас к моим словам расценивать их не знаю действительно как какой-то может быть бред старого седого человека который собственно говоря этот рынок недвижимости уже не первый год кушает знает всю эту кашу изнутри считает это сказка но как известно сказка ложь да в ней намек друзья как обычно приглашаю вас присоединиться к обсуждению данной темы вот там внизу в комментариях мне очень важно услышать ваше мнение я действительно хочу посмотреть а сколько человек со мной могут быть согласны в данном случае поэтому пишите ваши комментарии давайте обсудим вот там внизу подписывайтесь на наш канал кто еще не подписан повторюсь здесь говорят о недвижимости соответственно не забудьте подписаться не забудьте поставить лайк если видео вам было интересно и полезно и жду ваши комментарии внизу все друзья я уже у себя в офисе у себя уже на работе подъезжаю все друзья пока субтитры субтитры